Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Гражданский муж звезды уверяет, что не нуждается в ее деньгах. История любви Татьяны Овсиенко и Александра Меркулова вполне смахивает на детективный роман. Он, бывший криминальный авторитет, который влюбился в певицу, но в разгар романа был вынужден отправиться в места, не столь отдаленные. При этом звезда 90-х дождалась избранника. Более того, пока его счета были арестованы, Татьяна оплачивала расходы, а когда любимый вышел на волю, то прописала его в элитной 200-метровой квартире на Ленинском проспекте. Многие думают, что опальный бизнесмен женился на ней из-за жилплощади, но в эфире программы «Новые русские сенсации» Меркулов признался, у него есть бизнес, и он вполне в состоянии обеспечить 54-летнюю Татьяну сам. Например, записал на ее маму шикарную квартиру в Ялте, на берегу моря. Впрочем, Овсиенко, судя по всему, живет по принципу «доверяй, но проверяй». Так, она не спешит делиться с избранником нажитым имуществом. Больше того, несколько лет назад звезда составила завещание, но имени любимого там не оказалось. Приняла решение и написала завещание давным-давно. «Это нормальные вещи, мало ли, все в жизни бывает, сегодня живем, а завтра как Бог даст. Знала, что у меня есть один крестник, которого я называю сыном. Игорешечка с внуком», — заявила певица. Исполнительница хита «Женское счастье» подчеркивает, что очень верит в бизнесмена и между ними царит абсолютное доверие, но вписывать его в завещание нет смысла. Сто процентов, сюда он не претендует. «Завещание написано на крестника, сына и внука, после меня все детям останется», — добавляет Овсиенко в эфире НТВ. Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Татьяна терпит побои от любимого, который к тому же заставляет работать и содержать его. Певица в эфире новых русских сенсаций продемонстрировала руки и подчеркнула, никаких побоев нет, а кожа у нее нежная, поэтому на ней могут остаться синяки. Больше того, она собирается замуж за любимого, и в ближайших планах у них с Александром купить небольшой дом для совместного проживания. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.